Друзья, всем огромный привет! Это новый выпуск Годенника Фаната И сегодня мы встретимся с нашим уважаемым товарищем, болельщиком Спартака Амиром Который дико шарит по всей истории Ультрас во всем мире, да, не только в России И сегодня мы с ним поговорим на тему Фанайди Как закон о болельщиках проходил в других странах, были ли такие прецеденты и чем они заканчивались Поэтому соймите поудобней Все те, кто до конца не понял, что такое Фанайди, возможно, и почему Спартак и другие движения начали его бойкотировать В этом выпуске мы вам подробненько все расскажем Поехали! Амир, в этом межзоне был принят официально бойкот на федеральном уже уровне Мы, как уже всем известно, начали чуть раньше бойкотировать события В чем вообще суть бойкота, по твоему мнению? Ну, нужно сказать, что несмотря на то, что многие не верят в то, что бойкот закончится удачно Во-первых, практика европейских движений показывает, что зачастую фанатам удается добиться того, за что они борются И, во-вторых, ну, понимаете, нельзя молчать, когда, скажем, происходит какие-то несправедливые вещи Фанат хозяина стадиона, как бы фанат душа футбола И, по сути, футбол, как бы он только ради фанатов и болельщиков существует И когда у нас отнимают то, ради чего мы живем, как бы это несправедливо Если мы просто сейчас промолчим, то мы, можно сказать, выстрелим сами себе в ногу Ну, сейчас, я думаю, это набирает больше оборотов, потому что, как бы, все больше движения присоединяется к общему бойкоту Плюс, как мы можем видеть, разные чиновники и прочие говорящие головы, которые, до этого, активно топили за ведение фан-айди Сейчас плюются и ругаются, потому что они это фан-айди уже оформить не могут Так что можем пожелать всем функционерам и властям продолжать в том же духе, как бы Спасибо, вы играете нам на руку Поэтому, чем это так будет дальше продолжаться, тем больше будет шансов у нас на общую победу Амир, разговоры об отмене бойкота на финал Кубка России ходили суперактивные, так скажем, да Все это обсуждали, все это писали Как ты думаешь, стоило ли отменять бойкот на один матч, типа на финал Кубка, да Потому что Спартак давно не выигрывал Или мы правильно сделали, что в итоге не стали ничего отменять и продолжили гнуть свою линию? Ну, во-первых, я считаю, да, наше решение было правильным Во-вторых, есть небольшая обида того, что можно было сделать это еще идеальнее Это, опять-таки, конечно, вопрос финансов То есть, как ты можешь объявить общий сбор, чтобы собрать деньги С помощью клуба, опять-таки, выкупить все за воротную трибуну, чтобы она осталась пустой Для наглядного демонстрирования на финале Ну и плюс, конечно, сильно огорчает то, что наши динамовские коллеги, скажем так, нас не поддержали Призывали на этот финал и живых, и мертвых Абсолютно наплевали на какую-то фанатскую солидарность И в итоге, как бы, финал получился незамеченным с точки зрения борьбы с фанайди Вообще, есть, как бы, хороший пример по этому поводу Отменный бойкот на один матч из Венгрии Это вот сегодня, да, у нас Ференс Варыш, который тренирует один небезызвестный усач Является таким геймоном венгерского футбола Кумеры в молодежи и тех, кто, собственно, топит за фанайди И кто смотрит, в принципе, футбол там два раза в год Вот, это вот сегодня он такой, я говорю, бессменный чемпион Но так было не всегда, то есть, в середине нуля у них вообще была такая черная полоса Когда они 12 лет не выиграли чемпионство Более того, у них проблемы были еще посерьезнее То есть, у них, это было связано с тем, что у них были постоянные проблемы в руководстве клуба Финансовые проблемы И все это привело к тому, что в 2006 году клуб вообще вылетел во вторую лигу Там ее подобрал британский бизнесмен Кейн Маккейб Которые уже были в футбольные клубы Шеффилд Юнайтед Сентрал Кост Маринерс из Австралии Китайский Чейдл Бейтс То есть, он, в принципе, закрыл все долги клуба Купил чуть-чуть игроков, вернул Финанс Варыш венгерскую вышку Но дальше понял, что на венгерском клубе особо не заработаешь И продал команду венгерскому депутату Габру Кубатову Кубатов начал с того, что он решил построить новый стадион В принципе, стадион буквально за год с копейками был возведен То есть, классный, новый, современный, все супер Но был один большой минус для болельщиков То есть, на новом стадионе была предусмотрена система допуска на арену Связанная с тем, что у каждого проходящего на стадион сканировали отпечатки пальцев То есть, человек приходил, перестанял свою ладонь И специальный прибор считывал твои отпечатки Можно ли будете на футбол? Да, да, да То есть, при этом, да, в онлайн-режиме была сверка с полицейской базой данных Если у человека когда-либо был привод в полицию после футбола То есть, при этом, неважно, знаешь, как у нас часто в России бывает Человека могли просто для кучи забрать Но при этом, его вина не была доказана То есть, у него, может, даже не было какого-то судебного постановления Для официального запрета на посещение матча Но, тем не менее, ты уже был в полицейской базе данных Поэтому ты уже не мог пройти на стадион При этом, как бы, да, то есть, опять-таки, было сделано исключение в виде вип-трибун То есть, по сути, ты просто платишь чуть больше денег И, по-моему, проходишь без всяких вот этих сканирований отпечатков пальцев Естественно, фанатам эта новая система не нравилась Они активно против нее протестовали В итоге, они объявили бойкот матчей Ференцеварыша И вот те три года, что они бойкотировали Они смотрели матчи в специальных фан-зонах на больших экранах Где даже умудрялись сделать какие-то там модульные перформансы Прочие акции, да, прочие акции против вот этой системы допуска на стадион И вот апогеем этой борьбы стал 2016 год Чемпионский матч 2016 года То есть, когда Ференцеварыш там за два или три тура до конца себе уже обеспечил золото И вот на домашний матч они должны были отпраздновать долгожданное чемпионство Но на стадион пришло там меньше пяти тысяч зрителей И, в принципе, вот этот чемпионский матч прошел в зловещей такой тишине И вообще обстановка, атмосфера на той игре напоминала вот весь мем, да Где спортсмены стоят на пятистале почета То есть там кто-то в призах, а они стоят спокойно А последний дебил на последнем месте как бы стоит себя шампанским обливает Вот это вот чемпионский матч был очень похож на этот мем Вот, и после того матча клуб довольно быстро понял, что так дальше продолжаться не может И что активных фанатов заменить не удастся Хотя вот тот же Кубатов, он активно продвигал идею проплаченных, скажем так, фанатов То есть у них была такая ультурная группа Бессмертная Которая полностью финансировалась руководством Ференс Вараша И была полностью ему подконтрольна Но их там на матче собиралось от сил человек 50 Ну, на дерби там может человек 150 их собиралось, но не больше При этом как бы их там, понятное дело, презирала вся Венгрия И за пределами страны их никто под названием Бессмертный не знает Они все известны как Кубатов Бойс, то есть мальчик Кубатова Вот, и когда бойкот официально был завершен Как бы спустя три года настоящие Фради вернулись на стадион Естественно, вот эти Кубатовые бойцы были с позором выгодны с трибуны Как бы, Фради на коне, можно сказать, въехали уже в свой дом То есть, да, при этом я хочу еще раз подчеркнуть Что вот к тому моменту чемпионского матча Ференс Варш 12 лет не был чемпионом Там, как бы, да, там, пережил вторую лигу Но при этом фанаты проявили себя, проявили принципиальность Как бы, знаешь, там не начались искать какие-то отговорки в духе Ну, один раз, типа, можно сходить, как бы, там ничего не будет Как бы, ну, нельзя, нельзя Если вы уж решили, да, добиваться своих целей Нужно стоять на своем переставлении для конца Как бы, вот, что по данному переставлению с успехом удалось сделать Давай про Польшу расскажи Как в Польше дела проходили Насколько я знаю, не буду спойлерить Ты расскажешь подробнее Свежий пример был у них Да, там 2 мая был финал Куба страны Между Лехом Позным и Раковым Ну, тот самый Раков, который выбил Рубин Слудского Минувшую осенью Буквально за неделю до игры мэр Варшавы Объявил о том, что на матч не будут допущены Флаги и баннеры больше, чем 2 на 1,5 метра Тут же фанаты Лех ответили своим заявлением Что ни один из лихитов не попадет на стадион До тех пор, пока на матч, на стадион не будут допущены Перформанс, баннеры и прочий став Изначально к этому заявлению присоединились фанаты Варакова Тем не менее, когда начался матч Фанаты Варакова стали небольшими группами заходить на стадион За что вся остальная фанатская Польша Начала презентительно их называть не движим фанатским А кучка лохов А фанаты Лехов, в свою очередь Остались верны своим принципам Ни один человек не зашел на стадион Порядка 20 тысяч фанатов остались на лужаке перед стадионом в Варшаве Смотрели матч на телефонах и планшетах Также нужно отметить, что Лех, конечно, тот финал проиграл Но при этом ни один человек не поступил со своим принципами Несмотря на то, что Лех не выигрывал уже больше 7 лет финал Кубка Польши Ну и также нужно, и такую интересную аналогию можно провести со Спартаком Потому что 22-й год, это год столетия не только Спартака, но и Леха И вот этот уже минувший сезон для Леха начался тоже с бойкота Потому что фанаты были недовольны тем, как ведет себя руководство Которое в год столетия обещало трансферы Обещало титулы Но поначалу как бы ничего для этого не делало В итоге болельщики объявили, что они не будут посещать домашний матч и Леха Будут ездить только на выезда В итоге спустя 2 месяца все-таки клуб решил прислушаться к своим болельщикам Были закуплены несколько хороших игроков В состав был уволен тренер по физподготовке При котором, как фанаты считали, команда уже несколько лет просто не бежала А сами фанаты были приглашены за стол переговоров Результатом чего стало возвращение Лехитов на трибуны Что, наверное, во многом способствовало тому, что Лех стал чемпионом Польши впервые за, по-моему, 9 лет Если мне память не изменяет И также нужно отметить, что была история, связанная с фанатами Леги Леги в начале нулевых испытывала большие финансовые трудности Это было связано с тем, что было принято несколько неправильных решений в руководстве клуба Из-за чего клуб просто переходил из рук в руке разным владельцам Ну, нужно сказать, что вот в этот период без времени у Леги была серия разных протестов успешно Они снимали тренеров, выгоняли из команды неугодных игроков и руководителей клуба Но настоящая война для них наступила чуть позже, когда Леги выкупил крупный концерт IT-групп Который, в принципе, практически с первых дней начал полномасштабную войну против своих фанатов То есть полиция при активном содействии клуба не пускала фанатов на стадион Фанаты, в свою очередь, отвечали бойкотами матчей и акциями за пределами стадиона Одним из таких моментов стало собрание Польского футбольного союза Когда один фанат Леги кинул торт в лицо тогдашнего президента клуба Миклаша с криками Теперь ты узнаешь, что такое настоящая война и джихад Леги В скором времени Миклаш был вынужден покинуть свой пост На его место пришел Павел Космало Который, в принципе, сразу понял, что с фанатами придется договариваться И переговоры были проведены успешно Фанаты полностью выиграли эту войну Одним из таких пунктов было то, что Леги вернули ее старый логотип Который до этого по своему желанию поменял президент Миклаш С тех пор фанаты и клуб взаимодействуют довольно плотно Но нужно отметить, что, в принципе, и сегодня фанаты Леги Не дают спуску новому президенту клуба Дарью Шумиадуски Которому посвящают перформансы баннера в всю трибуну И не дают отойти куда-то в сторону Потому что в этом сезоне Леги была близка к вылету Буквально еще в феврале и марте она еще стояла в зоне вылета Но благодаря тому, что фанаты активно давили на президента клуба Его всячески критиковали И в том числе они остановили автобус с игроками около стадиона И после чего несколько игроков получили по щам Результаты Леги резко попали вверх И Леги спаслась от вылета Более того, закончила сезон в середине турнира на таблице Сейчас мы можем заметить хорошую тенденцию В этом плане, что многие движи стали присоединяться к этому бойкоту Например, мне очень понравилось зрение Торпедо Парни вышли в премьер-лигу То есть, по сути, они ждали этого выхода в премьер-лигу И в итоге они все равно приняли правильное решение Бойкотировать все матчи За что им отдельный респект, собственно, ребят Это стоит отдельной поддержки Но есть, так скажем, обратная сторона медали Это фанаты Зенита Которые были первые заявления по бойкоту Понятно, что у них там было написано, как ведут на их стадионе Но все же, где же фанатская солидарность Когда ребята из Питера топят за то, что там традиции, принципы и так далее Как думаешь, почему фанаты Зенита Точнее как, не все фанаты Вираж принял решение ходить на футбол до сентября До октября Ну смотри, во-первых Как говорится, бомжи тут решили выделиться То есть, сделал такое заявление, что они продолжат ходить на матчи Пока там Фанадии не ведут Во-вторых, ну что касается их традиций и принципов Мне кажется, с ними вообще все было понятно еще 10 лет назад После истории с Быстровым, после истории с Широковым и всеми прочими Ну дебилы Что-то здесь можно сказать Такой-то такой момент Мне кажется, нужно просто тогда уходить, наверное, из движения Потому что я просто вспоминаю историю с Быстровым Когда часть Ну вернее, поначалу него не принимали Потом как бы выхватили заявление, что вот мы с ним встретились Поговорили, как бы все Быстров Как бы друг друга услышали Быстров теперь один из нас Но после этого, опять-таки, нужно сказать, что не все заводящие на вираже Как бы приняли это решение И несколько парней как бы официально заявили, что они И прекращают посещение матчей с НИТО, потому что они не согласны с такой позицией Я думаю, что в этой ситуации, как бы, нынешний лидер должен был быть точно так же Потому что, ну это вообще, когда антифанатская позиция, как бы Бомжи себя везде поиспонируют, как бы, как локомотив такой, да Икона фанатского стиля Да, 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 да На деле, ну, как бы, мы, то есть, знаешь, слова, как бы, явно расходятся с делом На деле мы видим совсем другое Что знаешь, что самое такое, что мне очень резало слух И вообще, мое какое-то мнение, да, о них поменялось Когда играл, была игра вот последняя на нашем стадионе Нас нету, фанатского актива нету А они там, блядь, ну, считай, тайм целый, да Если так время это разрез, разбить, да Там шизили там про мясо Ну, никто же им не мог ответить, ну, объективно Кузьма на центре, ну, какая там ответная какая-то реакция могла бы быть Нет, конечно, это тоже очень неправильно, я считаю Те страны, где либо водились в Фанайде, да, либо какие-то были громкие акции протеста Против неадекватных мер, против фанатов Расскажи какие-то истории, связанные с этими странами Как там фанаты боролись за свои права И к чему это все привело Либо не привело, в общем Нет, ну да, нужно как бы сразу пояснить, что, в принципе, различных акций протестов в этих странах было немало И судьба у них довольно разная То есть где-то фанаты на 100% добивались своих целей Где-то были найдены компромиссы И фанаты получали только часть того, что они требовали Где-то фанаты вообще ничего не получали Но вот последних как раз-таки примеров, их по сути там два, да, всего И то как бы еще может быть все поменяется Поэтому это личный раз говорит о том, что как бы, ну, нужно высказывать свое недовольство чем-то или кем-то Высказывать свое мнение Иначе как бы, ну, ты один раз как бы проглотил, да, там какую-то инициативу, с которой ты не согласен Второй раз, на третий раз тебя уже, ну, как бы никто не спросит Просто будет уже молча водить Поэтому я думаю, что вот как раз-таки на примере европейской страны Вот мы как бы сможем донести до наших зрителей, что как бы бойкот, матч это не такая утопичная идея Ну, давай, наверное, начнем с Италии Там 1 января 2010 года была введена фанатская карта, которая называется Тесера То есть ты подаешь заявку на одобрение этой карты А там уже дать тебе эту карту или не дать, получается, решает глава местного управления полиции И там было сразу объявлено, что если у тебя хоть раз в жизни был привод, начиная с 1989 года То ты эту карту не получишь То есть это довольно абсурдная ситуация, когда, получается, знаешь, человек почти предпенсионного возраста Ты не даешь фанатскую карту за то, что он там мог совершить молодость А мог, кстати, не совершать Опять-таки, может, его просто арестовали Ну, по глупости какой-то попался Да, нет, а может, я говорю, может, его просто забрали до кучи, как бы, знаешь Там, вылепили ему штраф, как бы, и все И на этом, как бы, история закончилась для него Вот Естественно, как бы фанатам это, ну, мягко говоря, не нравилось Начались громкие акции протеста по всей стране Посещаемость матча упала на 80% От перформансов, каких-то баннеров, флагов и прочего визуально став фанаты отказались И потом, в течение какого-то времени, как бы, вот, бойкот шоу Вот такой, перешел в такую вяло текущую фазу Когда не было каких-то громких акций протеста, ярких, как бы, но при этом была низкая посещаемость Но тут, как бы, на руку итальянским фанатам сыграла местная позиция Которая начала выступать за отмену ТСР на государственном уровне И, в частности, она обратила внимание на то, что СР это, по сути, обычная банковская карта Только ты не можешь себе выбрать банковского оператора То есть, ты просто его назначаешь, и все Что являлось довольно таким грубым нарушением итальянского законодательства И вот получилось так, что фанаты вместе с оппозицией Общими усилиями смогли добиться частичной победы Почему частичной? Потому что ТСР осталась необходимой для посещения матчей повышенного риска Ну, с точки зрения фанатов повышенного риска А также для посещения некоторых выездов А в остальном, как бы, ТСР уже не нужна в Италии При этом есть еще один тоже пример Когда в 2016 году на римское дерби между Ромой и Латсо Пришло меньше 10 тысяч зрителей Это было обусловлено тем, что незадолго до этого Были введены новые, так называемые, правила безопасности на стадионе Которые включали в себя установку разделительных барьеров На фанатской трибуне То есть, там, по сути, трибуны разделили на две части Плюс было увеличено число полиции по трибунам помещений многократно Также были усилены меры досмотра при проходе на стадион Причем, как бы, не жалели там даже женщины и детей Вот, и вот как раз-таки на том дерби То есть, представь себе, 80 тысяч стадион, да, как наши лужники На них пришло, там, 10 тысяч зрителей При этом, ну, нужно отдать должное, что к бойкоту, опять-таки, возвращаясь, да К нашему Кубку Спартак Динава к бойкоту присоединились извечные враги в Ультраславцу И благодаря этому тот матч, как бы, получил такой довольно большой резонанс СМИ После чего все вот эти меры безопасности были пересмотрены Барьеры в итоге демонтировали Вот, а все вот эти, там, досмотры и количество полиции, увеличенное на стадионе Как бы, были пересмотрены в более адекватную сторону Это, знаешь, типа, сейчас в интернетах пишут, вот этих всех, в интернетах зарубежных Типа, вот, вы оставили команду без поддержки, там, вот, фратри, вы как могли, там, блядь, бросить команду в трудную минуту Тут стоит проговорить тот момент, что нам, типа, не легче отдыхать Типа, мы выросли, блядь, на стадионе, ну, так можно, да, сказать Мы, там, безумно любим Спартаку У нас, кстати, там, жизнь одна, там, городская, и вторая, там, часть жизни – это, вот, футбол Причем городская жизнь, она отталкивается от календаря Спартака, там, футбольного, хоккейного Конечно, нам безумно тяжело, там, перестать ходить на футбол И отказаться, вообще, вот, от этих мероприятий, которые каждый выходной, да, там у нас И поэтому, парни, вот, все, кто смотрит, да, или кто сейчас хотел уже написать комментарии Да вы просто, блядь, там, свои интересы поддерживаете Мы ваши интересы в том числе поддерживаем Если сегодня это коснулось нас, наших, там, друзей и так далее То завтра это коснется и вас И вы также не сможете попасть на футбол Как сейчас, собственно, все начали делать фанайди И какие-то проблемы возникли, вам оно надо Раньше с батей, да, там, батя 200 грамм выпил Сын, поехали в лужу? Поехали Купили билеты, пошли на футбол А сейчас уже такой романтики нет Ну, ее не будет, по крайней мере, пока действует фанайди Ну, понятно, что будут люди, как бы, которые все равно, вряд ли, как бы, нас услышат, да, этого не поймут Но при этом, как бы, хочется к ним обратиться, да, то есть, ну, пожалуйста, как бы, да, там Ребята, это ваш выбор Если вот вы уже решили ходить, как бы, на стадион, ну, как бы, ради бога Но при этом хотелось бы какой-то последовательности от вас Когда, например, вам откажут в выдаче фанайди, например, да, или его заблокируют Не нужно потом в этих интернетах плакаться о том, что Ай-яй-яй, как же так, что я же ничего не совершал, а меня фанайди решили То есть мы вас об этом предупреждали И, во-вторых, тоже, как бы, хотелось на этом тоже внимательно сконцитировать Если вы уж решили, да, идти, там, против движа, против вот решения бы котировать матчи Пожалуйста, как бы, не переходите на другие мероприятия, которые организует, там, та же Фратри Например, ну, будьте последовательны, не переходите на фанайдские турниры На какие-то фотосессии с игроками, да, там Поэтому, если вы уж, как бы, настолько против Фратри, будьте против Фратри до конца Но при этом я верю, что, как бы, вот, вас таких вот, прям, особо упертых, я думаю, вас в меньшинство Как бы, а остальные люди задумаются над тем, что говорит движ И, во-первых, во-вторых, они сейчас посмотрят на то, что, как бы, творится вот с внедрением фанайди, да То, что, как бы, там, полный вакханальный беспредел, что его невозможно оформить И люди еще раз уже более внимательно посмотрят на этот вопрос и делать его не станут Самое громкое событие в Европе, связанное с фанатами и вот этими картами болельщиков Где, и, возможно, такое было? Расскажи, пожалуйста Довольно громкая была ситуация в Турции Там в 2014 году тоже ввели аналог паспорта болельщика, он называется «Пасолик» И там недовольство фанатов начиналось уже на этапе подачи заявки Потому что одновременно с подачей заявки тебе нужно было предоставить кучу вообще ненужной информации В том числе и твое семейное положение Кредитную историю Да, 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 вот ты смеешь, а так и есть Серьезно? Да, тебе нужно было предоставить твое семейное положение, род занятий, твое хобби И предоставить доступ ко всем твоим банковским счетам А сама вот эта карта «Пасолик» выпускалась малоизвестным тогда активбанком Который, как позднее выяснилось, принадлежал зятю президента Турции Эрдогана И, разумеется, фанаты начали очень активно против этого претестовать Были уличные шествия Как и в Италии, посещаемость упала на 90% Соответственно, от любой визуальной поддержки также было решено отказаться Но при этом власти продолжали стоять на своем То есть они уперлись и не хотели слушать болельщиков При этом нужно тоже, знаешь, обозначить две вещи С одной стороны, в Турции безумно любят футбол Это не Россия Есть множество примеров, когда, например, тот же Федор Бахчи получал матч без зрителей Ну, за какие-либо проступки Но потом было такое послабление, что разрешалось допустить на арену женщин и детей до 14 лет И приходили те же самые 30 тысяч на стадион Это с одной стороны Но с другой стороны, атмосфера на футболе в Турции, в том числе и на дерби Она очень огненная И она прям опасная То есть нередко бывают такие истории, что там кто-то кого-то порезал, зарезал Ну, в принципе, да, то есть там и спартакские болельщики знают, помнят прием Я был в этом выезде тоже Когда там закидывали автобус фаерами и камнями В том числе и трагическая история с фанатом Галие Которого зарезали перед баскетбольным матчем Поэтому, с одной стороны, как бы, вроде бы как эта мера могла быть оправдана С другой, как бы, ну, футбол в Турции без этого любят Вот, и, возможно, на это, как бы, и рассчитывали турецкие власти Что, как бы, фанатов им удастся заменить Успокоить, как минимум успокоить Да, 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 но при этом, да, тоже, опять-таки, нужно отметить Что, как и в Италии, Туркель тоже могла помочь оппозиция Потому что представитель Республиканской народной партии Который активно качал за отмену посолик Проиграл президентские выборы 2018 года И после этого какая-то активность на государственном уровне Об отмене фанайди сошла на нет Вот, и с тех пор, как бы, то есть, получилось так То, что, вот, власть уперлась в фанайди Как бы, фанаты уперлись в то, что мы делать не будем Но, опять-таки, из-за большой любви к футболу Многие болельщики свое отношение к этому поменяли Вернулись на стадион Но при этом осталась довольно много Довольно большая часть активного ядра Которая новые правила не приняла Из-за этого в фанатском обществе Турции есть большой раскол Да, то есть, получилось так, что, как бы, часть народа ходит, часть не ходит Но при этом нужно отметить, что, вот, к сегодняшнему моменту, в принципе, уже посещаемость матчей в Турции Вернулась практически к тем показателям, которые были до начала бойкота И при этом есть такое мнение, что, вот, ведение этой карты по Солик Это личная месть президента Эрдогана турецким фанатам за 2013 год И уличные протесты и беспорядки на улицах Стамбула Когда фанаты, причем, нужно отметить, фанаты и Бешикташ, и Филибахчей, и Гладсарай вместе Присоединились к простым горожанам Которые представили против вырубки деревьев в парке Гизи в центре города И застройки этого парка торгово-развлекательным комплексом И постройкой подземных развязок Как потом позднее выяснилось, опять-таки, что эту стройку курировали И с ней были аффилированы структуры, как бы, так или иначе, связанные с правящей партией И с президентом Эрдоганом лично Протесты продлились практически два месяца Сначала они перекинулись на другие районы Стамбула Затем перекинулись на другие турецкие города И все это закончилось тем, что, ну, во-первых, парк остался на месте Во-вторых, Эрдоган пережил такой глубокий политический кризис И даже на сегодняшний момент, как бы, его рейтинг продолжает падать Так что турецким фанатам можно пожелать только терпения Как бы, видимо, по Салеку у них падет, когда власть Эрдогана падет Амир, хорваты, которые у всех на слуху Которые славятся тем, что они очень резко как-то выступают, что-то делают Что было в Хорватии? В Хорватии фанаты Загребского Динамо 6 лет байкотировали матчи своей команды Это было связано с тем, что у них была такая долгая и тяжелая война С президентом клуба Мамичем Мамич, конечно, такая очень одиозная личность Которая подмяла под себя не только Динамо, да, но и весь хорватский футбол в целом Ну, про хорватский футбол в целом мы еще поговорим чуть позже Пока о том, что было в Динамо То есть Мамича не так давно обвиняли в финансовых махинациях при переходах футболистов В частности, при переходе Модриса в Соттенхем и Ловрана в Лион В том, что он облагал данью зарплаты игроков, которые уходили в Европу Тот же Эдуардо, который играл в Донецком Шахтере и Лондонском Арсенале По контракту до конца жизни должен был уплатить 50% от своей зарплаты Через агентство Мамича Также Мамича обвиняли в том, что он давил на Федерацию футбола Хорватии Чтобы в национальную сборную вызывалось больше игроков из Динамо Чтобы их засветить, потом можно было подороже продать А также в покушении на двух лидеров группировки Bad Blue Boys в Динамо-Загреб Вот эти 6 лет, что длился бойкот, фанаты Динамо создали футзальный клуб Динамо Активно ходили на него И нужно отметить, что даже когда бойкот закончился То есть они все равно продолжили ходить на Динамо Продолжают делать это до сих пор А бойкот закончился после того, как Мамич сложил себе полномочия президента Он не справился с давлением фанатов или была другая причина? Я думаю, что там все в сумме, потому что на него и фанаты давили Там есть забавная история, как он дрался с фанатами Динамо в аэропорту в Амстердаме После того, как Загреб пробился в Лигу чемпионов через квалификацию Сейчас чик-видосик появился, там есть, да? Да, 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 я думаю, там либо фотографии, либо видосы точно есть Вообще, Ягру Мамича не самая такая приятная личность То есть он, когда ездил на боснийское дерби Жилинчар Сараева Он там встретил 70-летнюю легенду Загребского Динамо И с ним что-то не приятно Он начал драться прямо на трибуне С 70-летним дедом драться как бы такое, по-моему, себе Федун у нас такой, на бокс ходил на занятия Увидел, да, кого-то из фанатов и такой, давай, иди сюда Я был вторым Мамичем Вот, и поэтому он сложил в себя полномочия и стал просто почетным президентом клуба А что касается хорватского футбола в целом То есть он, можно сказать, рулил всем хорватским футболом Даже несмотря на то, что он еще одновременно был президентом Динамо И такая монополия просто привела к тому, что в какой-то момент он захотел заткнуть рты Всем, вообще всем хорватским фанатам Которые, да, там, поносили его имя на стадионах там в разных вариантах И для этого он вел, во-первых, черные списки фанатов Во-вторых, он закрыл гостевые сектора То есть фанаты гостевой команды не могли попасть на стадион Но такая инициатива продлилась всего лишь один год Потому что вот как раз-таки фанаты всей Хорватии проявили фанатскую солидарность Помогали приезжим фанатам попасть на стадион То есть либо покупали билеты им напрямую Ну, какие-то вписки Да, либо там просто, допустим, какую-то там свою часть билетов отдавали им Доходило там просто до абсурда Когда на матче Динамо и Хайдук Сплит Бэтбл Бойс и Торсидо Сплит сидели практически бок о бок Ну, то есть, чтобы вы понимали Противостояние Динамо и Хайдук Это такое же горячее и ненавистное Спартак ЦСКА Как Спартак ЦСКА, либо там звезда партизан Вот, поэтому через год Как бы власти в Хорватии отменили Эту меру Вот, а черные списки продержались чуть дольше Как бы с ними там тоже есть интересная история связана Опять-таки, с матчем Динамо и Хайдука Когда из тысячи фанатов Хайдука Которые приехали из Сплита в Загреб Всего лишь 50 человек не пустили на стадион То есть, я подчеркиваю, из тысячи 50 человек не пустили на стадион Из-за чего все остальные 950 человек как бы Казались и те Да, они просто встали со своих мест и покинули стадион еще до начала своего матча До начала игры И более того Опять-таки, да, тут нужно сказать, что 50 человек не пустили Потому что они были вот в этом непонятном Как составленном черном списке фанатов Вот, и при этом нужно отдельно подчеркнуть Что к бойкотам присоединились и футболисты Хайдука Которые до матча узнали, что вот Происошла такая ситуация с их болельщиками И отказались выходить на поле В итоге Футболисты Динамо 15 минут катали мяч Между собой И судья был вынужден зафиксировать Техническое поражение, да, да, да Но даже несмотря на это Футболисты Хайдука по возвращению в сплит Были встречены многотысячной толпой болельщиков благодарных Которые там чуть ли не на руках Их там из самолета выносили После этого они все вместе проехали на стадион полют Где уже там сделали групповое фото футболистов На фоне фанатской трибуны Которая там вся была в пиротехнике То есть, ну, это вот такой показательный момент То, что даже футболистов нашлись яйца Да, чтобы поддержать своих болельщиков И минуты не справедливости, да, скажем так А у нас, вот, к сожалению, бывают такие истории Когда там даже наши собратья, да Которые вот вместе с нами буквально вчера ходили С ним пробивали выезда Сегодня говорят, что, ну, типа, ребят Это, как бы, это вот ваши проблемы А я вот настоящий спартач Поэтому я вот буду ходить с ним А вот вы не настоящий Я люблю Спартак в себе, а не в Спартаке Да, 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 да Согласен, но у нас, видишь, пока только Саша и Снэй Публичный, считай, высказывается Кстати, стоит уважение Только он пока, а остальные что-то молчат Но, видимо, нельзя говорить об этом Да, возможно, боятся Как бы, возможно, не хотят вмешиваться во всю эту историю Ну, зато, знаешь, будет переломный момент, когда Я надеюсь, что когда фанади в итоге пойдет на нет Или будут какие-то, там, пересмотрения этого закона Все вот, кто сейчас, там, молчал Либо топил за то, что, да ладно, нужно делать Типа, мы же за Спартак И потом все переобуются и побегут толпами обратно Вот я как раз-таки вот тоже об этом Я уже косвенно об этом говорил Что, как бы, рано или поздно Сто процентов, как бы, это все отменится Потому что, опять-таки, мы не Турция Там, не Италия У нас футбол так не любят, чтобы, знаешь Сегодня фанаты, я говорю, фанаты, по сути Вот та каста, да, которая вот единственная готова Терпеть, да, там, все невзгоды на футболе До Талова, так сказать И, типа, не пофигу, на фанаде будем ходить Как в Турцию Да, 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 да То есть, как бы, у нас эта тема не прокатит У нас невозможно, там, заменить фанатов На каких-то простых болельщиков Тем более, на простых болельщиков, знаешь, которые Ну, вот, я не знаю, вот Как бы, вот, спросите сами себя Вот представьте, вы такие гуляете по торговому центру Решили зайти в кино Потом говорят, ну, вы давайте сначала идите Оформите себе кино, айди Потом мы еще подумаем Пустить вас, как бы, в кинотеатр или нет Ну, вот, вы, как бы, вас Типа, а там будет, знаешь, какая категория Вы, типа, много поп корну насрали на пол Да, да, да и мы уснули во время фильма И выбирали за собой Как бы, ну, не стрёмно будет после этого Как бы, вообще, заходить в этот кинотеатр Словом, как бы, будет абсолютно та же история Поэтому, я думаю, опять-таки Вот, я уже говорил о том, что, вот Те, кто, как бы, сегодня топят за фанайди Было бы честно, если бы, вот, вы перестали, например, Ходить на какие-то мероприятия, которые делают Фратри точно так же было бы честно, когда FAN-ID отменят, а FAN-ID вот... И вы перестали бы ходить? Да, да, потому что FAN-ID реально рано или поздно отменят, то есть нам нужно просто немножко набраться терпения, то есть это понятно, что продлиться, скорее всего, не один и не два года, то есть это может быть три года, может быть пять лет, рано или поздно все равно правда будет на нашей стороне. Собственно, FAN-ID в России. Для чего и как был принят этот закон? И самое главное, кому он выгоден? Ну, для начала должен сказать то, что, в принципе, разговоры о FAN-ID и вообще паспорте болельщика шли довольно давно, то есть первые случаи об этом еще шли, наверное, лет 8 или даже 10 назад, и, в принципе, вот все это время по сегодняшний момент они эпизодически усиливались после... Говори, я просто улыбаюсь, да. Они периодически усилились после определенных событий, то есть это движение... Связанное с фанатским трудом. Да, 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 то есть это движение в Марселе в 16-м году, затем был Кубок конфедераций в Москве, да, когда, то есть впервые была система данная опробована. Ну и потом был ЧП от мира в 18-го года, когда было довольно успешное, ну, по мнению чиновников, применение данного проекта в жизни. Но не для всех, как мы знаем, для всех, далеко не для всех российских любителей футбола. Да, то есть, как бы, опять-таки, вот, могу сказать, там, не то что на своем опыте, то есть я, в принципе, я помню даже, ну, в одной из запрещенных соцсетей мы, как бы, дискутировали со знакомыми о том, что, то есть я, вот, например, я сам Фанайди не делал, поэтому ЧП от мира я не ходил, то есть, вот, а многие люди говорили, да это что, как бы, ну, такое нельзя пропускать, то есть, но, а я говорил, что изначально, вот, вообще ЧП от мира, и, как бы, в том числе Фанайди, это не для нас и не про нас, а для гостей все было в первую очередь сделано, вот, потому что, опять-таки, есть немало примеров, когда Фанайди во время ЧП от мира не получали те люди, которые вообще никогда на сцене не были. Там были случаи, сейчас извини, тоже напомню, что парни делали Фанайди, потому что мы думали, что это вся история, там, на ЧП от мира, там, условно, там, везде была такая практика, и люди ехали, там, в Питер на Сапсане, условно, там, на поезде, им пришло то, что, типа, Фанайди ваш готов, все нормально, ребята ехали в поезде, там, до Питера оставалось чуть-чуть, им приходит смс-каный телефон, ваш Фанайди аннулирован. И тогда, как раз, с этим все и столкнулись, первый был звонок, а почему? Вот, о чем, как бы, ну, то есть, нет, я изначально понимал, как бы, что это такое, ну, тестирование, да, то есть, потом, что, потом уже, транслировать это уже на внутренний чемпионат, и, в принципе, по чемпионату мира, ну, лично мне было понятно, что вопрос принятия и ведения Фанайди, это вопрос, ну, самого ближайшего будущего. И это будущее наступило год назад, когда данный законопроект был направлен на рассмотрение председателю Госдумы. Дальше, в принципе, на протяжении полугода, примерно с июня по ноябрь, данный законопроект был таким, ну, по течению. Ну, там было всем понятно, что его в итоге окна... Нет, я тебе скажу так, то, что у меня, в принципе, я говорю, за счет того, что вот эти полгода никаких движений не было, еще такая теплая надежда, что либо закон, знаешь, погрязнет в нашей бумажной бюрократии и не будет принят, либо он будет принят, ну, значительно позже, чем он должен был быть принят. Вот. Но в ноябре все как-то завертелось с такой бешеной скоростью довольно, работа в этом направлении пошла активная, и в середине ноября уже закон был принят в первом чтении. Дальше что? Дальше нужно показать, для чего вообще нужен этот закон. И в конце ноября случается матч с ТСК «Зенит», на котором, во втором тайме которого сжигается большое количество пиротехники, и это пирошоу сопровождается какими-то странными такими совпадениями. Но камеры не работали. Да, 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 то есть, во-первых, как бы, знаешь, при всей фанатской, как сказать, смекалке удалось коням пронести такое большое количество пиротехники при довольно тщательном обыске и многочисленных кордонах при проходе на стадион. И, во-вторых, да, то есть буквально за несколько минут до начала пира камеры на стадионе именно при фанатской трибуне были выключены. Ну, позднее, конечно, уже бывший президент РПЛ Хачатурян заявил, что это была хакерская атака. Тут нужно сказать, что, как бы, вот в своем последнем интервью, вот, которое было несколько дней назад, Хачатурян сам сказал, что это была, как сказать, не моя версия, мне ее просто преподали коллеги, то есть, чтобы он ее просто ретранслировал на всех остальных. При этом он сказал то, что, как бы, я с этим сам не согласен, это выглядит довольно странно. Вот, и в итоге получилось так, что кони жгут пиротехнику, камеры не работают, в это время к стадиону подъезжают автозаки в большом количестве, после матча людей держат полтора часа, как минимум, на стадионе, хотя уже время ближе к полуночи, на улице довольно холодная, можно сказать, зимняя погода, после чего, соответственно, всех начинают там небольшими партиями выпускать, больше 400 человек упакуют в автозаке, и там осудят, да, там, кому-то давут сутки, кому-то больше, кому-то штраф выпишут. Вот, ну, и потом в течение нескольких дней просто такие, там, красочные, устрашающие репортажи будут по всем федеральным каналам крутиться, о том, что вот, видите, для чего Маханади принимаем. После того матча, знаешь, ну, закон был принят в течение двух недель, можно сказать, то есть буквально за две недели, вот, с конца ноября он прошел там все стадии, от первой до рассмотрения его на заседание Совета безопасности и подписание президентом. Ну, это, как бы, история очень напоминает 2002 год, и беспорядки в центре Москвы, да, после матча проигрывала наша сборная, сборная Японии, да, 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 когда, там, били витрины, жгли, переворачивали машины, причем многие очевидцы, да, в том числе и из фанатской среды, говорят о том, что вот, вместо скопления людей и будущих беспорядков там чуть ли не ящиками свозили водку, и в толпе были явные провокаторы, которые подначивали людей, вот, знаете, противоправные действия. И вот после тех событий в рекордно короткие сроки был принят закон о противодействии экстремизму, да, который до этого подвергался обществу такой довольно большой критике из-за того, что вот люди считали, что это ущемляет их свободу. Тут, в принципе, ситуация очень прям похожа. Слушай, ну я хочу сказать одно, что, например, участвуя в этих всех стадионах движения достаточно давно, там и ты, и я, что если вся эта история идет организованно, как у нас, собственно, появилась Фратрия, да, в свое время, да, то есть которая, в принципе, была создана для того, чтобы всю эту толпу собрать в один, короче, коллектив и чтобы все было гладенько, спокойно. Пиротехника, конечно, там по закону условно это, там, нельзя, да, и у женщины даже сейчас на Новый год нельзя там из серии салют каких-то местах взрывать, но это всегда красиво. И мы даже делали видосик, что люди, которые с детьми приходили на стадион, дети безумно влюблялись в фанатскую трибуну. Я сам лично, придя первый раз на футбол с отцом на центр в Лужниках, второй матч был уже на Б5, на легендарном Б5, да, я просто помоложе, чем там, когда все на локомотив еще ходили. Ну, вот, соответственно, я считаю так, что фанат, которые приходят на матч, да, там, и в участок коллектива, тоже Фратри, да, там, и в этой серии, когда-то все организовано, когда пиротехника в меру, да, идет, ну, для перформанса условного, когда перформансы на стадионе, ну, это же круто, люди влюбляются в это, маленькие дети в это влюбляются. Сейчас этого нет. И мне знакомый тут недавно написал, говорит, Серега, мы пришли с сыном на футбол, а вас нет. Сын спрашивает, а где, где вот ребята? Он говорит, а что мне ему ответить? Он говорит, а ответит, как есть. Байкот. Пусть, ну, понятно, он не поймет, для чего и ради чего это делается. Но все же, как ты думаешь, учитывая историю европейских движений, учитывая, ну, не знаю, там, какие-то предыстории, там, других коллективов, мы сами неоднократно байкотировали матч Спартака, там, из-за Федуна, Лукоева, да, там, Шавло, там, Черчесова и остальных. Как думаешь, эта история имеет какое-то светлое будущее? Если имеет, в какие сроки? Или эта история обращена на провалы, и мы с тобой больше, по крайней мере, в ближайшее, там, долгое время на футбол не допадем? Ну, для начала нужно, как бы, сделать маленькую ремарку, что, в принципе, этот закон, он принимается не футбольными властями. То есть, да, там, можно поставить в укор, что они как-то активно не противодействовали его принятию, да, то есть, там, не высказывали, может, свое мнение, потому что, ну, для клубов это тоже, в первую очередь, финансовый удар, когда фанаты будут байкотировать матчи, не будут ходить на стадион, это довольно большой, как бы, финансовый минус для клубов. Вот. А закон от и до принимается, как бы, ну, с самого верха, то есть, депутатами и, там, теми людьми, которые вообще не понимают, да, о чем идет речь. То есть, там, ну, мы сейчас не будем перечислять пустые, говорящие головы, вроде, там, Канделаки, Журова или, там, Валуева. То есть, условно говоря, да, это Валуев. Я понимаю, если, например, он, там, за бокс айди бы топил. Ну, пожалуйста, там, ты боксер, как бы. Ну, твое направление. Да, это твое направление, да. Как бы, на футболе-то, ну, ты был сколько? Ну, два раза, наверное, в жизни. То есть, вряд ли больше, как бы, ты вообще не понимаешь, о чем идет речь. И нужно сказать о том, что, ну, когда последний раз были беспорядки на стадионах в России. Ну, наверное, Ярославль, 14-й год. Ну, в принципе, Ярославль, 14-й год, наверное, из такого мощности. Да, и до этого Самара, 11-й год. Ну, и то, опять-таки, нужно сделать ремарку, что и там, и там, как бы, были, в первую очередь, недоработки полиции. Не так, что, знаешь, фанаты сидят, такие, ну, пойдем-ка мы дадим пиздюлей кому-то. Это все было, как бы, спровоцировано, потому что было плохо организовано, там, либо еще что-то. То есть, это все упирается в это. А в остальном, как бы, ну, на стадионах, мне кажется, уже давно, как бы спокойно, как бы тихо, о чем, как бы, говорят, допустим, наши там депутаты или вот прочие люди, ну, не очень понятно. То есть, ради чего водится фан-айди. Поэтому я не сомневаюсь в том, что сейчас вот, как бы, все больше и больше движение присоединяется к общему бойкоту. Сезон и, наверное, даже сезон 2 люди будут смотреть на полсты стадиона. Чиновники, даже те, кто, там, тоже, да, Терюшков там топил за ведение этого фан-айди, они уже лично столкнулись с тем, что система не работает, или, там, либо работает вообще неадекватно. В будущем нет никаких сомнений, что будут какие-то необоснованные невыдачи паспорта болельщика, будут, возможно, даже какие-нибудь коллективные судебные миски. И я думаю, что, ну, у нас, понимаешь, у нас в целом, как бы, система, она такая, ну, она большая, немножко неповоротливая в обратную сторону. То есть, когда нужно где-то что-то закрутить, это очень быстро происходит. А вот в обратную сторону все очень долго у нас это реализуется, поэтому я думаю, что года три, может, четыре, может, даже пять нам придется, наверное, посмотреть либо футбол в кабаках, либо, там, переключиться на какие-то альтернативные виды спорта, там, хоккей. Жалко, футзала сейчас нету, ну, тем не менее, там, есть флорбол, спартака два, жалко, нету. Да, да, но остается, я говорю, юношеский спартак, как бы, то есть, причем, там, выезда, как бы, не дублируется, да, там, с вышкой, то есть, там, есть совсем, как бы, интересные точки на карте России. Поэтому запасаемся терпением, как бы, ждем. Но, правда, в любом случае, на нашей стороне, как бы, время все расставить по своим местам, и уже вижу, вот, вот, в далеком будущем, но вижу этот момент, как вот, как мы триумфально возвращаемся на студию. Друзья, всем спасибо, кто поставил этот выпуск до конца. Амир, спасибо тебе огромное за то, что приехал. Ты с транзитом сегодня в Москве, ну, и так получилось, что мы тебя поймали. В общем, мораль всей басни такова. Фан-идея – это плохо, объективно плохо, и для активных фанатов, и, в принципе, для болельщиков, которые любят «Спартак», любят другие, там, свои клубы, да, и всегда ходили на футбол непринужденные. Возможно, когда-то спонтанно, да, там, или поехал в отпуск, в другой город, просто заходил сходить на футбол. Сейчас ты уже так не сделаешь, потому что нужно оформлять паспорт болельщика. Это процедура не быстрая. Мы сейчас повторимся. Мы не против «Спартака» выступаем. Мы не выступаем, там, для того, чтобы просто перестать ходить на футбол. Мы выступаем за то, чтобы этот закон, ну, как минимум, сошел, как максимум сошел на нет, как минимум, то есть какие-то были в нем серьезные поправки. Потому что домой по паспорту не ходят. И для нас, и для вас также, кто привык ходить на футбол, болеть за «Спартак», там, за свои клубы гонять по выездам и так далее, в какой-нибудь там Уфе в минус 30, да, играет «Спартак». Что, только «Спартак» приезжал туда, и люди приходили посмотреть на «Спартак». Сейчас этого не будет. Поэтому, друзья, для тех, кто еще думает, ну, мы никого не принуждаем, да, не заставляем ничего, соответственно, там, менять свое мнение. Просто этот выпуск был как раз-таки для тех людей, кто не понимал, для чего, как и почему «Фанайди» будет работать, как это было в других странах, и как это продолжается в некоторых странах. И теперь с этим столкнулись мы. Короче, «Спартак» всегда в сердце. В любом случае, мы будем всячески поддерживать нашу команду. Баллисты прекрасно понимают, ради чего мы сейчас это все устроили. Ну, надеемся, что все-таки не пять лет, как ты сказал, да. Я надеюсь, что уже в следующем году все-таки наше там правительство пальмот не нужно. Типа, стадионы пустые, и зрелища никакого. Нет, ни хлеба, ни зрелищ. Но мы, в свою очередь, будем верить в эту историю, что она когда-нибудь закончится, желательно, в ближайшее время. Будет, знаешь, очень забавно, если, например, по каким-то причинам фанатин не получит, например, какой-то футболист, тренер или судья. Вообще, вот это будет, конечно. Как Вадим Ивсеев, собственно. Вадим Ивсеев нам жаловался, что не получилось у него. Вадим, ну, наверное, и не получится. Потому что получится, кто-то узнает. Саня, спасибо тебе большое. Крипим за то, что, наконец-то, фанатин отменят. И мы вернемся на стадион. Друзья, всем спасибо за просмотр. Поделитесь этим видео с друзьями. Поставьте лайк этому выпуску. Ну, не знаю, там красную кнопку на серую. Обязательно пишите на канал. Но мы продолжаем верить в Спартак, болеть за Спартак. И верим в ваш здравый смысл. Спартак навсегда. Один за всех. Субтитры сделал DimaTorzok